Господин посол, на высоком уровне едет к разговору, что в Сюнике могут разместиться российские пограничники. Как право вам делаете? Ну, во-первых, они уже есть в Сюникской области, вы знаете, да, что на участках армяно-азербайджанской границы размещены посты российских пограничников, которые содействуют тому, чтобы ситуация была спокойной, стабильной, и очень важно, чтобы местное население чувствовало себя более комфортно вот в этой новой непривычной для него ситуации. Но да, идет обсуждение того, как можно расширить такое присутствие. Я думаю, что все будет определяться интересами безопасности Армении, интересами обеспечения стабильности на границе и интересами реализации тех договоренностей, которые есть, которые достигнуты в трехстороннем формате. Насчет ситуации в армянско-азербайджанской границе, вы знаете, что уже два, больше, чем почти два месяца азербайджанские военные силы находятся на территории Армении. Какова позиция российской стороны насчет этого вопроса? И есть ли конкретные договоренности насчет предложения Пашиняна по линии фронта, чтобы были наблюдатели? Ну, я еще раз повторяю, что по этим вопросам идут предметные консультации, эти вопросы обсуждаются, в том числе и в практическом плане. Я думаю, что когда будут приняты соответствующие решения, мы об этом все узнаем. А какая-нибудь информации о Вас сейчас нет? Я не готов сейчас сказать. А какая перспектива вот миротворческого контингента, находящегося в Колобане? Известно, что на пять лет всего вот эта миссия. Планируется ли вот правдление или что-то еще? Вот сейчас что-либо планируется ли нет? Ну, давайте мы сейчас будем исходить из тех реалий, которые есть. Контингент действует, действует, как я убежден, достаточно эффективно. И будем сходить из-за. Что касается будущего, давайте будем жить в сегодняшний день. Ну, конечно, мы работаем на будущее. Продолжение следует...